всем добрый день рада приветствовать вас на своем канале где рассказываю о люксовой нишевой парфюмерии если вам интересна эта тема предлагаю подписаться на канал и следить за обзорами сегодня речь пойдет о довольно редких ароматах эти ароматы современные ароматы бренда вот fragrance company кратко называют их hfc эти ароматы у меня к сожалению маленьких только таких вот пробных по 7 или по 10 миллилитров флаконах это флаконы были куплены на официальном сайте вот официальные такие миниатюрки к ним еще шли кофры но я купила просто для затеста и собиралась и вернее тестила я эти ароматы еще летом когда брала их на море с собой сложить впечатление об этих ароматах и вот теперь рассказываю них ну и так ароматы компании hfc вообще какие-то странные необычные компания это покрыто тайной мраком она только в 2017 году была презентована в гуме имя основателя этой марки не разглашается известно что над ароматами работал парфюмер винсан реко и бенуа берджа это два молодых парфюмера если вы знаете какие-то ароматы которые создали эти парфюмеры напишите просто вот интересно почитать послушать что же они создали возможно я просто не знаю что это их рук дело эти ароматы очень и очень дорогие в россии в украине они в официальных точках продажи вообще не представлены то есть мы их разыскивали доставка из россии всего у меня есть сегодня в обзоре 6 ароматов 4 в фирменных таких travel флаконах и 2 я покупала от levante для того чтобы познакомиться с этой маркой что еще хотела сказать что ароматы компании hfc разлиты очень невероятно красивые флаконы если получится я вставлю ссылочку как выглядят флаконы чтобы вы имели представление что это за ароматы специально для декорирования флаконов то есть предполагается что каждый флакон был вручную расписано потом был какой-то обжиг там их не знаю залитие глазурью все сюжеты иллюстрации к этим флакон к флаконам ароматов и к самим ароматам придумывал иллюстратор артур элина это для первой там белой серии и потом еще китайский художник ким цу он расписывал флаконы из азиатской коллекции то есть каждый флакон украшен очень и очень реально красивой иллюстрации то есть ну это не отнять как я уже говорила ароматы дорогие они упакованы красиво то есть они красивы на подарок но начну по порядку рассказывать об ароматах первый аромат у меня будет black princess черная принцесса я носила же летом эти ароматы разнашивала и записывала свои впечатления теперь вот обновила эти ароматы на блотеры для того чтобы все-таки рассказать свое мнение об этих ароматах в черной принцессе черная принцесса black princess она была в 2017 году тоже выпущен этот аромат парфюмеры vincent record этот аромат я не буду читать и какие там ноты потому что ну честно говоря очень много чего заявлено но непонятно что вы ощущаете вот в ароматах компании hfc здесь некоторый намек на восточность есть как будто бы вот только что срезанный букет цветов вы поставили в вазу которая ваза была не стеклянная а выточена из теплого дерева и вот этот аромат цветов смешивается с ароматом дерева которая вот тепло тепло разогретое в вазе а потом только налили воду здесь база потом получается с таким легеньким ликерно-алкогольным налетом аромат теплый вроде как в пирамиде аромата черная принцесса есть роза но я ее не слышу а вот слышу такое специево восточно тепло цветочное какое-то облако ты закрываешь глаза ты погружаешься в это облако и не можешь выделить вот четко ни одной ноты что общее для всех ароматов hfc что ты их нюхаешь и вообще не поймешь какие там ноты в этом конечно прелесть этой аромата в этой компании идущий аромат это lady in red аромат женщина в красном очень интересное конечно название хотелось бы вспомнить наверное все вспоминают когда слышат название lady in red вспоминают прекрасную песню и вот реально на флаконе нарисована женщина в красном платье которая танцует о чем этот аромат аромат с розой и с перцем с каким-то он начале показался очень понятным и я не очень кстати много сносила этого аромата где-то всего лишь там пол флакона потому что он не сразу оказался понятный это была роза со специями ну я люблю ароматы с ноткой розы сброшу вам ссылку в инфобокс о своих обзорах об ароматах с нотой розы и это для меня показался наверное самым понятным и роза со специями очень красиво звучит теплая роза с перчиком чем-то она мне напоминает вот этот аромат напоминает розу королевскую розу от лолик только меньше ликерности и больше какой-то ну такой вот спиртовости такой красивый аромат с нотой розы имеет место быть ароматы это такая девчуковая magic collection это аромат про посол он выпущен уже в 2018 году аромат ягодный здесь есть смородина здесь какие-то опять же я чувствую не только смородину я еще чувствую слива но ее не было в пирамиде здесь есть личи цитрусовые опять же вот не буду раскладывать на ноты чем повторяюсь в который раз чем славятся эти ароматы интересные и че все тем что ты не можешь вычленить ноту вот очень интересно этот аромат не напоминает романтический ужин для влюбленных который вот должен закончиться таким предложением мэрами да потому что аромат про посол называется он то есть предложение скорее всего это очень девичие ароматы скорее всего он подойдет на подарок девушки самый такой наверное один из самых нежных ароматов нежные девичьи цветы с ягодами которые сладковатый мускус в жару это все быстро улетает а в кондиционере вот когда ты находишься в более прохладном помещении в кондиционированном летом или более прохладная погода слышится зелень такая стеблей каких-то цветочных заварка чайная один такой из самых непонятных ароматов этой коллекции он жаркую погоду быстро улетучивается и пахнет просто пудрой но при температуре 15 получается такая цитровость на старте которая потом превращается в легкую розу очень приятный девичий аромат про посол рекомендую для подарка если вам нужен дорогой красивый подарок этот аромат будет просто невероятно тему следующий аромат давайте вот этот будет он называется всегда одевайте любовь очень классное конечно название аромат 17 года им я пользовалась больше всего я покупала клевант но он сразу настолько меня сразил здесь роза герань ваниль амбра то есть розовый перец то есть такие розовые опять же ароматы как я люблю очень красивая нежнейшая роза просто невероятно то есть аромат обалденно красивая нежная роза очень шлейфовый подчеркивает герань вот эту сладость розы немного перчиком это припорошено очень красиво однозначно девичий аромат рекомендую тоже его для покупки вот именно таким нежным трепетным девушкам очень будет хороший подарок следующий аромат это красный айсберг red айсберг аромат из азиатской коллекции тут уже он это 18 году был выпущен на старте сразу ты чувствуешь как будто бы открываешь бутылку лимонада из детства это или лайм или бергамоль что-то такое дает ему такую вкусняшку название такое красная айсберг красный айсберг не пойму почему такое громкое какое-то яркое название аромат довольно спокойный довольно нежный довольно такой трепетный не знаю как должен пахнуть айсберг или он должен растаять непонятно но в жару он слышится абсолютно плоско и просто а в прохладную погоду такой придается объем за счет базы такой кедрово-мускусной такое опять же муж мой сказал что это очень яркий цветочный но для меня вот лимонадный старт а потом опять же непонятно какой такой нежненький веселенький не знаю почему red айсберг восточная азиатская коллекция но удобоваримый носимый несложный такой аромат восприятие и опять же ты не понимаешь вот из чего он замешан вот все-таки фишечка это и че все и и самый наверное яркий аромат из тех шести которые я поносила это интрига дьявола девелс интриг а этот аромат тоже из азиатской коллекции он выпускается в черном флаконе парфюмер бенуа бирже но здесь уже дубль бакары на меня этот аромат немного разбавленная бакара наверное все таки в туалетке еще и разбавленная здесь нет такой ядреной сладости приторной бакары но все-таки чувствуются нотки я бакару не люблю это скажем так один из носибельных для меня например вариантов бакары но ну вот как вам сказать он самый яркий из того что я тестила но из-за того что я не люблю бакару этот аромат я бы скажем так и не покупала себе здесь ваниль древесные ноты сандал флердоран шасмантус в общем непонятно мне опять же чем он пахнет только могу сказать что пахнет легка разбавленная бакарой он самый яркий самый шлейфовый самый долгоиграющий из всей этой линейки в принципе если вы не любите бакару а нюансы вам нравятся этот аромат можно купить интригу дьявола но эти все ароматы как я уже сказала очень и очень дорогие какой мой вывод ароматы красивые но в них нет какой-то цепляющей оригинальности очень красивые флаконы очень красивой упаковки но тем не менее сами ароматы как по мне они немножечко вторичны и я покупала эти миниатюрки вот специально для того чтобы потом решить все-таки какой из этих ароматов я хочу купить себе в коллекцию но исходя из того из цены даже миниатюра каждая миниатюрка стоила у нас по 1000 гривен чтобы вы понимали уровень цен судя по цене и по по ощущению ароматов я уже не хочу покупать полноценные флаконы потому что ну реально что-то вот что-то не срослось у меня с этой компании если очень красивые флаконы я люблю такие флаконы это мой стиль если вы эти ароматы были три раза дешевле их можно было бы купить у нас в украине можно их найти где-то 75 миллилитров флаконы где-то найти наверное за 6 7 тысяч гривен я считаю что за эти все я не готова платить такие деньги но ароматы интересные если вы где-то у вас будет возможность попробовать их обязательно попробуйте и скажите ваше мнение мне просто интересно какой-то из этих ароматов может быть выносили ну если если у кого-то есть полноценный флакон это конечно круто но я бы только в подарок получила какой-то из этих флаконов напишите все таки в комментариях какие из этих ароматов и че все вы носили ну просто интересно кому что понравилось спасибо всем за внимание до скорых встреч